Книга «Открытым оком» 14 том. Тема «Монашество». Вопрос 2881. Понимало ли государство российское всю опасность от строительства монастырей, что в них глушится евангельская вера? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Вот небольшие выдержки из энциклопедии «Христианство» по секуляризации. Кавычки открыты. Все церковные вотчины, в скобках 911 тысяч душ крестьян, были переданы из духовного ведомства в коллегию экономии. По штатам 1764 года из 954 великорусских монастыря упразднены 569, за штатом оставлены 161. К 1801 году во всей империи остались всего 452 монастыря из 1072. О евангельской вере государство не заботилось. Ему бы крепкую армию и флот иметь, чтобы наводить ужас на супротивных монаршей воле. Тысячи здоровых мужчин и женщин были заблокированы, и государству они были недоступны. Потому так круто и рубило государство по количеству монастырей. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Творя волю Отца, Христос не ушел на фавор навсегда, не устроил там кущи. Как так можно было понять волю Отца Небесного, что нужно убегать от людей и скрываться в землю, придумывая себе казнь, лишение и скорби великие? Монахи страшно упрямы, они не знают волю Отца и Иеговы, а познают волю Авы своего. Сирахов, 31 глава, 8 стих. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Если бы в монастыре давали монахам Библию, то многие из них нашли бы путь к свободе и вышли бы на проповедь, размышляя о читанном. Сирахов, 40 глава, 9 стих. Благоуправит свою волю и ум и будет размышлять о тайнах Господа. Второе послание Тимофея, 2 глава, 26 стих. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Делиться хочется не только для себя, сокровища дарить, приемля, что взаимно, а лучшим о своем и дети раструбят. Высокому не стыдно посвятить и гимны. У мусульман хорошее есть послушание жен, без выпивки вся жизнь, не только лишь на свадьбе. Небось, прижал бы хвост за свой колым пижон, но русских от разводов, похоже, не отвадить. Есть у сектантов многое, не грех нам перенять. Любовь их не наиграна к священному писанию. Военный подпоясан, не ходит без ремня. Нехудо перенять, примером станем сами. Смотрю на фотографию, старинная мадам, шикарнейшее платье струится до земли. Перенеситесь мысленно и наши сестры там, жандармы в околоток их тотчас увели. О чем бы мы похвастались, не ощутив ущерба, смогли обогатить тогдашних отошедших? В чем я мог оказаться наверняка бы первым, кто благодарности и мне во след прошепчет? Учил вставать всегда не позже, чем в полпятого. Сам у монахов выпросил на память этот опыт. Не увлекаться блюдами, любить Христа распятого, ни в чем и никогда не прославляя ропот. Учил поклонам полным и крестному знамению. Не мной-то установлено, всегда с любовью истого, презрение к чудовищам и к Гитлеру, и к Ленину. Не быть нигде в союзе с фашизмокоммунистами. Мы не свое придумали, но старое забытое вернуть старались к жизни, уставом закрепить. По Библии рассматривать новейшие события. На нашем мордобое учись, кто не был бит. Мы делимся без хитрости и разной подоплеки, чтобы по крупицам мудрость без гордости собрать. Хотя все есть и в Библии, и рядом, недалекое, добытое с трудом отдать все даром рад. 3 декабря 2005 год, Игнатий Лапкин